Доброе утро! Очень рады вас видеть сегодня. Наверное, вчера был хороший день, и вы пришли обратно сегодня. Мы начнем. Мы очень рады, что Борис Морриков расскажет нам про исследование, которое продолжалось 105 дней. Он расскажет про исследование и потом ответит на ваши вопросы. Доброе утро! В последние годы внимание всего человечеству все больше и больше привлекает дальний космос. И одно из первых мест занимает Марс как объект изучения, как подобная нам планета, как возможная одна из первых целей для освоения околосолнечного пространства. Марс привлекает внимание с точки зрения возможности понять, может быть, историю развития Солнечной системы, историю развития жизни, может быть, история ее угасания. В последнее время достигнуты большие достижения в дистанционном зондировании Марса, в изучении автоматическими средствами поверхности Марса. Но, тем не менее, я думаю, никогда не откажется человек от того, чтобы побывать на этой планете. И в этом случае эффективность изучения, анализ полученных результатов будут, естественно, на более высоком уровне. Человек является главным приоритетом марсианской миссии, и одновременно он же является и самым уязвимым звеном ее, потому что от него зависит в конечном итоге возможность ее реализации. Принципиальные отличия орбитального полета от полета межпланетного заключаются в том, что после ухода с околоземной орбиты невозможно восполнить какие-либо ресурсы, необходимые для осуществления этой миссии, для существования экипажа. В орбитальном полете возможно допоставка этих ресурсов. Невозможно получение помощи Земле, включая возможность возвращения срочного на Землю, что является дополнительным психологическим фактором, конечно, для человека. В орбитальном полете функции управления во многом возложены на наземные службы, на Mission Control Center, который не только ведет постоянный мониторинг работы всех систем, но и управляет в большинстве случаев с помощью команд, выдаваемых по телеметрии. В случае межпланетного полета эти функции в подавляющем большинстве случаев будут поручены экипажу. Экипаж должен работать в условиях самоуправления, что включает самостоятельность в принятии решений, в том числе самостоятельное разрешение возможных нештатных ситуаций, самоконтроль жизнедеятельности экипажа, в том числе состояние здоровья, психического состояния и работоспособности. Для межпланетного полета характерны изменения коммуникации, связанные как с уменьшением объема коммуникации в целом, так и с задержкой передачи информации, которая на марсианской орбите или на траектории полета к Марсу ближе уже к самой планете Марс может достигать 20 минут. В этих случаях голосовая связь практически исключена. Возможен обмен только с помощью электронной информации между экипажем и наземными службами. Конечно, совершенно новая задача перед космонавтикой – это посадка пилотируемого корабля на неизвестную планету, работа на поверхности Марса и взаимодействие с той частью экипажа, которая осталась на орбите марсианской. А этой части экипажа, наверное, будет очень непросто, потому что, во-первых, резко возрастет объем их работы, который раньше распределялся на всех членов экипажа, а во-вторых, они должны обеспечить взаимодействие как с землей, так и с надземными службами и координировать эти работы. Ну вот, собственно говоря, этим особенностям марсианского полета и посвящен проект «Марс-500». Проект этот начался четыре года назад. Ну, сначала нужно было его обосновать, доказать необходимость и своевременность работы этой работы Роскосмосу. Это нам удалось. И Роскосмос – основной заказчик этой работы. Далее необходимо было модернизировать наш наземный медико-технический комплекс, создать новые модули. Сейчас он представляет из себя комплекс из пяти модулей, которые включают в себя жилой модуль, основное место, где находится экипаж. Медико-научный модуль, модуль складской, как мы его называем, хотя там, кроме места хранения продуктов и других необходимых ресурсов для экипажа, также находится у нас оранжерея, также находится тренажерный зал и часть медицинской аппаратуры. В составе комплекса также модуль, который предназначен условно для высадки части экипажа на поверхность Марса. И, наконец, вот последняя часть, которая введена в строй совсем недавно, это модуль-имитатор марсианской поверхности. Подробно о технических характеристиках я могу рассказать, если это будет интересно. экипаж, который сейчас находится в условиях изоляции, это 105-суточный эксперимент, и, конечно, по тем условиям продолжительности марсианский полет полностью мы имитировать не можем. И наша концепция такова, что мы представляем это как бы целевой полет на МКС продолжительностью 105 суток, в котором воспроизводятся некоторые особенности марсианского полета. Этому эксперименту предшествовали два технических эксперимента продолжительностью 14 суток, в которых отрабатывались в основном системы обеспечивающие жизнедеятельность экипажа. Каждый раз, когда вводился новый модуль, менялась конфигурация комплекса, и необходимо было проведение такого эксперимента. Условно 105 суток мы разделили на 35 на 3 цикла по 35 дней. В каждом из этих циклов мы пытаемся соблюдать следующие условия. Первое это более строгая изоляция. она заключается прежде всего в том, что экипаж лишен многих возможностей коммуникации, которые имеют, скажем, сейчас экипаж орбитальной Международной космической станции, и имели раньше наши испытатели в таких же экспериментах, они были даже более продолжительными. например, невозможно телефонные звонки, экипаж не имеет доступа в интернет, ограничена связь с группой обеспечения, мы ввели за правило, что инициатива выхода на связь принадлежит экипажу, и задача группы обеспечения ответить на вопросы или организовать необходимую консультацию, передать необходимую информацию. Экипаж лидирует в организации связи с группой взаимоподдержки. все ресурсы необходимые для жизнедеятельности экипажа уже находятся внутри комплекса. Это в основном пища, одежда, элементы системы жизнеобеспечения, санитарно-гигиенические средства, все, что касается медицинского обеспечения и оказания медицинской помощи, все это находится внутри объекта. Экипаж должен самостоятельно использовать эти средства. Для нас это проверка правильности расчета этих нормативов, как групповых, так и индивидуальных, на вот этот период. Автономность также обеспечивается тем, что практически экипаж не имеет возможности экипаж должен самостоятельно находить выходы из возникающих по ходу эксперимента ситуаций. Возможности каких-либо оказания помощи технической или медицинской это возможно, но в исключительных случаях, когда это действительно необходимо и угрожает либо здоровье человека, либо непоправимы какие-то технические неполадки, которые возникают по ходу эксперимента. В последний 35-суточный отрезок времени мы практически перейдем на тот режим коммуникации, который характерен для полета на марсианской орбите. и который практически наверное сведется к двум-трем пакетным посланиям экипажа группе поддержки игры и группе поддержки экипажа. Еще одной задачей для заключительного этапа является введение в состав модуля комплекса модуля который моделирует марсианский корабль с тем, что экипаж проверил работу всех его систем в комплексе с основными модулями, оценил эргономику ну и провел ряд работ которые будут новыми для него информацию по которым он получит уже в ходе эксперимента в электронном виде. Вчера мы немного говорили об отборе который проходил у нас и о тренировках экипажа я очень коротко повторю в составе экипажа шесть человек четверо из них это российские и два представителя европейского космического агентства в составе экипажа распределены обязанности функциональные следующим образом у нас командир есть бортинженер врач экипажа и три исследователя в эксперименте очень насыщенная научная программа более семидесяти проектов реализуются в ходе эксперимента большинство из них как и следовало ожидать это психологические исследования и нашей задачей при подготовке было также распределить ответственность за экспериментом между членами экипажа и четко у нас распределено кто ответственный за каждый эксперимент кто ему помогает кто в случае необходимости контролирует состояние здоровья но это в планировании этой деятельности очень большую роль сыграл сам экипаж потому что именно они в общем-то были инициаторами мы только помогали им распределить эти обязанности рационально следует отметить что большинство проектов это комплексные исследования сейчас трудно найти человек который ограничится одним анкетированием например психологическим обязательно проводится регистрация физиологических параметров при этом исследуется ряд биохимических параметров которые могут отражать состояние организма и в том числе психоэмоциональное напряжение так что это сложные комплексные исследования и в ряде случаев необходимо было интегрировать часть предложений ну чтобы исключить дублирование и сэкономить время экипажа но в настоящий период мы находимся где-то близко к середине эксперимента вот надо сказать что вот этот переход на автономность самоуправления он дался очень непросто и экипажу и нашим ученым потому что очень часто и члены экипажа запрашивали то чего ну как мы не хотели бы так сказать чтобы был у них дополнительный поток информации или там дополнительные какие-то средства с другой стороны ученые когда видят видеонаблюдение обеспечено очень хорошо в нашем эксперименте что что-то не то делает испытатель он пытается активно вмешаться ну как же так вот я на станции я могу выйти на связь сказать что он делает что-то не то вот переходится и ученого как-то придерживать и говорить нет все человек улетел он сам должен справляться со своей задачей вы можете потом получив результат оценить его сделать замечание сделать поправку в инструкции и постепенно вот в течение наверное месяца мы вот эту так сказать активность свели до минимума можно сказать нам повезло потому что экипаж очень хороший и надо бы сказать о тех качествах профессиональных которые есть у членов нашего экипажа а также о тех личностных качествах которые мы хотели бы в них видеть и очень хорошо что мы в них нашли но кроме здоровья и профессионализма очень важны творческие способности наверное для такого эксперимента и для полета межпланетного тем более это способность осваивать воспринимать и усваивать новую информацию учиться по ходу дела потому что очень часто меняются методики меняются и появляются новые задачи и член экипажа должен работать ну что называется с листа по инструкции очень большое значение имеет мотивация причем мотивация с убежденностью что личный вот именно твой личный вклад необходим для того чтобы миссия была успешной очень важна для человека критичность в отношении своего поведения ответственность при работе и ответственность за возможные последствия своих действий также чрезвычайно важно умение установить благоприятные отношения с другими членами экипажа сочетать свои действия и свои чувства с действиями и чувствами всего экипажа и в случае необходимости уметь подчинить их свои эмоции и свои желания общей цели ну хотелось бы видеть вот в этих людях такие качества как толерантность очень необходимы по отношению к друг другу и естественность поведения потому что долго играть какую-нибудь роль очень сложно особенно в критической ситуации всегда человек показывает свое истинное лицо мне очень нравится это выражение мы считаем очень важным наличие человека невраждебного чувства юмора вот как я говорил у нас составить экипажа два космонавта один из них космонавт исследователь и командир экипажа сотрудник нашего института второй сотрудник РКК энергии борт инженер в составе экипажа очень хороший активно практикующий врач в составе экипажа специалист по физическим тренировкам и то что касается наших европейских коллег кстати работающих прекрасно и очень хорошо вписавшихся в состав экипажа один из них это пилот гражданской авиации он командир аэробуса А320 сериал фурне француз а второй военный инженер который даже имеет опыт пребывания в составе воинского контингента в Афганистане ну надо сказать что прекрасно и ответственно работают люди и мы очень довольны и наша главная задача теперь получить экипаж для основного 520-сучного эксперимента который бы по своим характеристикам был близок к тому экипажу который работает у нас сейчас и я хочу сразу наверное вам сказать что уже сейчас мы формируем программу эксперимента с 520-ти сутками уже имея вот опыт работы с экипажем в этом эксперименте мы еще раз объявили возможный набор кандидатов члены экипажа европейское космическое агентство тоже работает над этим вопросом очень важна общая концепция этого полета вот изменение коммуникации которые мы ввели в эксперименте со 105-суточной изоляцией сразу как бы одномоментно после 70-х суток вернее ведем мы планируем в большом эксперименте сделать это постепенно близко к расчетным временам когда постепенно возникает эта задержка и сейчас уже ясно что первые 70 суток этого она окажет небольшое влияние на работу экипажа а вот дальше все больше и больше по экспоненте этот фактор его значимость будет возрастать у нас большая так сказать проблема распределения обязанностей между членами экипажа выделение того той части экипажа которая будет высаживаться на поверхность Марса хотелось бы получить виртуальную модель посадки на поверхность Марса вы знаете что вот у нас есть такой и на станции и в нашем эксперименте есть такое исследование пилот где исследуются навыки пилота космического корабля стыковка перестыковка в том числе в сложных условиях нам хотелось бы вот такую виртуальную модель для именно динамических операций по посадке на поверхность Марса работа на марсианской поверхности мы тут уже имеем кооперацию имеем так сказать возможность для ее развития с кафедрой робототехники Московского авиационного института с Московским государственным университетом у них уже есть виртуальная поверхность Марса у них есть предложение по использованию прототипов марсианских роверов например кстати не исключено исследование зондирование экипажем окрестностей вот места посадки с помощью летающих средств будь то типа аэростатов или других летательных аппаратов потому что деятельность экипажа вот вчера как хорошо сказал один из участников панели по деятельности в условиях моделирующих космический полет на Марс пешком далеко не уйдешь это во-первых а во-вторых надо знать в каком направлении идти и что конкретно ты ищешь вот поэтому тут надо начать по крайней мере разрабатывать систему с использованием автоматов где человек во-первых обеспечивает их задачи поддерживает их работоспособность получает анализирует информацию и в дальнейшем уже эта информация может быть использована для каких-то конкретных целенаправленных маршрутов в которых будет уже участвовать сам человек и с последующими возможностями там забора проб грунта и получения интересующих его результатов именно в конкретном месте которое заранее разведано и определено с помощью автоматических средств проект конечно очень большой и с одной стороны это хорошо есть поле для творческой деятельности с другой стороны работаем в постоянном дефиците времени и вот сейчас у нас один эксперимент идет другой мы уже практически начинаем и планируем уже в сентябре начать и работу с экипажем в начале следующего года начать период изоляции длительности 520 суток мы убеждены что работа наша своевременна потому что наверное это общий принцип работ в нашем институте всегда должны быть опережающие наземные исследования перед большими проектами так было перед сверлительными полетами у нас был проведен эксперимент с 370 суточным бедрестом причем это head down tilt бедрест где разрабатывались кстати говоря средства профилактики не только те которые на станции использованы они уже были и было показано их эффективность но и подмарсианскую программу там тоже кое-чего сделали вот и перед длительным полетом женщины у нас был эксперимент с бедрестом с участием женщин в 67 году это вообще так сказать один из первых уникальных экспериментов с изоляцией у нас была голодовая изоляция где широко использовались биологические системы жизнеобеспечения вот такие работы наземные они дают как бы исходные данные для конструкторских работ и для создания той системы медицинских технических средств которые обеспечат жизнедеятельность и работоспособность человека в течение вот такого длительного и трудного полета и я думаю что когда проект закончится вопросов будет наверное больше чем получено ответов хотя уже сейчас многие ученые говорят что есть результаты если они вызывают интерес но это поисковая работа это работа необходимая для того чтобы в дальнейшем не ошибиться уже при создании техники конкретной при разработке конкретных программ и поэтому нам ни сил ни средств ни жалко для того чтобы эту работу сделать спасибо большое спасибо Я не могу не спросить самого себя, какая мотивация может быть у кого-либо для того, чтобы волонтерам по собственному желанию буквально в тюрьму себя посадить на такое количество длительных дней. Но если психологическое влияние вы хотите исследовать для потенциального полета на Марс, вы, наверное, также оцениваете то, почему люди выбирают такой путь. Может быть, вы прокомментируете насчет той мотивации, которая должна быть у людей для того, чтобы отказаться буквально от жизни на земле, для того, чтобы пойти на такой проект. Скажите, пожалуйста, об этом пару слов. Должен заметить, что в тюрьму сажают и на более длительный срок, а некоторых вообще даже и не за что. Что касается мотивации, конечно, мотивация есть. Вы знаете, я сам космонавт и всю жизнь работаю с космонавтами. Много у меня товарищей, которые занимаются альпинизмом, дайвингом и так далее. Я считаю, что есть определенная популяция людей, которым чертой характера является, с одной стороны, здоровый антигризм такой, а с другой стороны, в общем-то, желание познать что-то новое. А там, на самом деле, есть что узнать и есть чему научиться в эксперименте в этом. Это не просто изоляция, заключение и тем более не в виде наказания. Есть, например, у нас два человека, которые активно собирают там научный материал для своей работы. Это вот одна из форм мотивации, которую можно назвать. То, что касается, конечно, они в центре внимания. Вот сейчас в Европе очень большая компания пиаровская вокруг этого эксперимента и вокруг участников его. Конечно, это стремление себя проверить в этих условиях. Сам иногда удивляюсь, но такие люди находятся. Я быстренько скажу, доктор Мороков, великолепное совершенно исследование. Я просто аплодирую вам. Я думаю, что те сложности, с которыми мы столкнемся, будут уже известны к тому моменту, когда, на самом деле, начнем полет на Марс. За 120 дней эксперимент закончится уже ближе ко времени полета на Марс. И потом, вот, относительно взаимодействия людей во время экспериментов Антарктика, там, когда потеря объективного возможности смотреть на вещи, вот такие вещи, интересного, как индивидуально люди в такой обстановке себя ведут при отсутствии голосовой связи. И вот доктор Динджин также эмоционально проводит исследования о том, как себя ведет экипаж, какие-то, может быть, дополнительные задачи могут быть поставлены о том, как себя ведет экипаж. Это, как бы, наблюдение того, как себя ведет экипаж. Я думаю, в моем опыте медленно очень, как бы, ухудшаются возможности общаться людей нормальным образом. Что-нибудь такое вы заметили? Ведутся ли какие-то исследования такого плана? Вы знаете, у нас всестороннее исследование психологического состояния организма. Это исследование индивидуальных качеств человека. Его, ну, известно, что в космосе у нас наступает рано или поздно в большей или меньшей, в выраженной степени, психоастенизации. Это имеет место. Деятельность, продуктивность деятельности экипажа и каждого члена экипажа в отдельности – это тоже отдельная задача. Взаимодействие людей в экипаже, взаимодействие людей в экипаже и группы поддержки – все это предмет изучения. Психоэмоциональная сфера, сон, несомненно. У нас несколько экспериментов посвящено этой задаче. Тем более, что я вот не сказал, мы как бы намеренно усложнили нашим тест-сабжектом ситуацию. Ежедневно 24 часа один из членов экипажа дежурит на посту, где осуществляет и коммуникацию с группой поддержки, и также ведет контроль за состоянием систем комплекса. Так что исследования ведутся всесторонние. У нас из 70 проектов более 30 – это психологические исследования, и, как я говорил, многие из них имеют комплексный характер, в том числе три американских проекта. Большое спасибо. Великолепный доклад, великолепная презентация. Конечно, вопросов еще у вас у нас будет много. Может быть, через некоторое время сегодня еще другие вопросы появятся. Огромное спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Великолепный проект, потрясающий. Сегодня у нас несколько необычная программа. У нас две презентации, несколько необычные. Доктор Камкаски расскажет нам о своей работе. Он профессор Университета Техасского по генетике. Один из его студентов, который также профессором является, Чен Чили, расскажет нам о своем исследовании. Меня зовут Джейн Чили, из Университета Техаса. Спасибо, что дали мне возможность выступить перед вами сегодня. Вы, наверное, узнаете эту картинку, которая из кино Стар Трек появилась. Сейчас немножко усложнилась задача. Ну вот, посмотрите. Надо, чтобы мне кто-то помог с компьютером. Я начинал этот проект 6-7 лет назад. Где-то 6-7 лет назад мы начали работать над этим проектом. Я микробиология, вообще специалист. Но меня интересует управление двигательным аппаратом. Посмотрите, когда человек засыпает или животное засыпает на долгое время, то температура при этом падает. Температура тела. По этой графе вы можете посмотреть, каким образом питается организм и насколько снижается вообще жизнедеятельность организма при длительном сне. Когда мы этот проект начали, мы хотели использовать генетические инструменты и на молекулярной основе рассмотреть генетические изменения. Сначала, если посмотреть на животное, которое не засыпает на зимнее время, не спадает зимнюю спячку, то, может быть, мы подумали, что, может быть, мы каким-то образом можем найти что-то, что будет полезно и самому человеку. Поэтому мы взяли мышей и с помощью компьютерной томографии проверили генетический молекулярный состав тех животных, которые спят больше, чем те, которые не спят. Вот интересно оказались показания на молекулярной основе по составе гена. То есть мы искали те гены, которые ответственны за сон. Тогда мы провели дополнительные эксперименты, дополнительные анализы, которые вы можете видеть здесь на экране. И здесь мы замечаем, что вот те животные, которые в дневное время в основном бодрствуют, вот таким образом ведут себя гены. И у тех животных, которые бодрствуют в ночное время, состояние совсем другое. То есть меняется молекулярный состав, меняются ткани. Я говорю о тканях мозга. И мы хотели определиться с тем, что определяет подобный сигнал, который заставляет, например, этого животного спать и его отреагировать активно или засыпать. И вот пытались мы найти эту молекулу, которая подает необходимый сигнал в мозг. Вот смотрите, утро, вечер, и вот светлое время и темное время. И вот посмотрите на номер два, здесь получается вот изоляция активности и повышение активности. Таким образом мы поняли, что имеется какой-то цикл, на атомном уровне подается сигнал на мозговую систему. Эксперимент проводится на мышах. Значит, еще раз напоминаю, а также можете посмотреть на эти графики и дополнительные данные по органам сердца, мозг, мышцы и прочее. Мы выделили ту группу, которая наиболее активно реагирует на изменения световой ситуации. И поняли, что это имеет генетическую основу. То есть мы нашли необходимую молекулу, которая подает сигнал на мозг. Когда мы посмотрели на температуру тела животных с наиболее активными генами по реакции на сон, мы поняли, что у них более низкая температура тела. И при этом животные, мы подумали, что может быть и мертвое животное, нет, не мертвое, нормальное животное, оно просто очень глубоко спит. Вот посмотрите, это мыши, которые спят, вот они. Вот посмотрите, вот давно он спит уже. Мы подали вот этот вот сигнал маникулярный. Посмотрите, никакой анестезии при этом нет. Они просто спят, и причем холодная температура тела у него низкая. Вот он, двигается очень плохо. Где-то 16 градусов температура сделает и мыши. Вот посмотрите на них. Без анестезии мы смогли добиться такого результата при введении дополнительной молекулы в их организм. Где-то 22-24 градусов температуры тела. И температура воздуха при этом 15 градусов. И вот дополнительно, значит, 37 градусов температуры тела. Это та же самая мышь. Здесь где-то 16 градусов температура. Ну, смотрите, одна десятая сердечной частоты. То есть, имеют место физиологические процессы, которые снижают активность животного. То есть, использование кислорода также снижается. Значит, вводился этот молекул под названием АМП для животных при разных температурных режимах. И, как вы видите, в первом случае наблюдается снижение потребления кислорода. Критичным является фактором температуры окружающей среды, температуры комнаты или камеры в данном случае. А если 23 градуса температура комнаты, то до 1000 самое низкое снижение. А 16 градусов или 15 градусов? Там 300 получается. Большая разница. То есть, 25 градусов, где-то до 15 градусов. И та же самая доза подачи АМП. То есть, если прохладно, то, получается, животное спит очень долго. А если тепло, то проснется оно гораздо быстрее. Если в течение 9 часов ничего не делать, то все равно, конечно, животное проснется. То есть, смотрите, можно регулировать сон, получается, как регулированием температуры окружающей среды, так и инъекцией АМП. Поэтому мы хотели найти оптимальный режим, оптимальный вариант, когда наиболее длительный период сна обеспечивается. Мы еще не до конца довели эти исследования, но, тем не менее, определенный прогресс уже наблюдается. При активной метаболической системе мы снижали активность организма и потом приводили ее опять в активный режим. Я не буду вам показывать все остальные графики по проведению этого эксперимента. Но вот как вы видите здесь, в течение 24 часов проводились испытания. И вы смотрите, здесь просыпается организм, и здесь он засыпает. При введении АМП сокращается жизнедеятельность, и животное засыпает. И потом через некоторое время он просыпается, в зависимости от температуры окружающей среды. То есть, у меня имеется большая надежда на то, что мы сможем увеличить этот процесс и продлить сон. Для больших животных, для более крупных, чем мыши, это будет проще, я думаю. Здесь, например, собака являлась подопытным животным. И также вот на обезьяне проводилось такое испытание. И вы смотрите, точно так же на АМП реагирует организм обезьяны, как и на мышей. При температуре тела 35,7 градусов. То есть, практически на людях мы тоже думаем, что сможем провести такие эксперименты. В настоящий момент мы используем только мышей для отслеживания, реагирования на АМП в соответствии с температурой. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересное изыскание. И сегодня зададут вам много вопросов, я в этом уверен. Следующий доклад другая тема, но в той же области. Профессор химии из университета Райс представил нам свой доклад. В прошлом году на обсуждение вопроса по радиации он уже познакомился с вами. А вот и он. Спасибо. Я не врач, поэтому на многие из ваших вопросов не смогу ответить. Но расскажу вам о том, что мы в нашей исследовательской группе обнаружили. И выясняется, что была проведена длинная серия испытаний с 59-го года до середины 70-х годов по защитным средствам и средствам снижения последствий воздействия радиации. Интересно, значит, что эта тема подвергается повторным исследованиям не только из-за космических полетов, но и из-за того, что происходит здесь на Земле при авариях на реакторах и при террористических атаках. То есть, что-то, можно ли сделать что-то для того, чтобы снизить последствия или защитить людей. Некоторые из экспериментов рассматривали частицы наномасштаба. И если у нас здесь на Земле будет радиационное облучение с большим количеством пораженных, то мы не можем внутривенно вводить препараты. Единственное, что можно, это давать какую-то дозу препарата перорально огромному количеству людей. Департамент обороны изучал возможность размещения таких препаратов в супермаркетах и люди будут идти в эти супермаркеты и получать препарат, потому что нельзя добраться до больницы и до врача. И не будут говорить, если вы чувствуете там тошноту, рвоту, то примите препарат. Все будут ощущать последствия. Нам нужно разработать нечто, что можно принимать перорально. даже если это не лекарство, то есть не работает после воздействия радиации. Может быть, это профилактическое средство, которое может быть очень эффективным в случае, если есть широкое воздействие радиации. Радиация растекается языком, и у людей будет от нескольких минут до нескольких дней. Ну, почему бы не просто уйти из-под воздействия. Даже если вот здесь мы видели при эвакуации при урагане за 4,5 дней предупреждают, если большое количество людей покидает город, даже при работающей инфраструктуре. Это невозможно. Мы работаем совместно с Луком Миллисом и Кэти Мэйсом в центре онкологическом М.Д. Андерсон. И мы использовали стволовые клетки, которые это исследование, которые начались в 70-м году. И мы обнаружили смертельные дозы, после которой мышь умирает через несколько недель. И потом в течение 3,5 дней мы изучаем воздействие радиации, подсчитываем точки. И для тех, кто не знает эту технику, когда стволовые клетки не производятся, то под воздействием радиации, то идет смерть особей от синдрома, гастросиндрома. Мы обнаружили дозы лекарств, которые можно через 30 минут давать, и значит, где-то от 10 до 15 процентов этих точек остаются без лечения. А после лечения мы видим, что две трети этих стволовых наборов стволовых клеток остаются после воздействия радиации. в принципе вещества исследовались похожие в 60-х годах. И дальнейшие исследования проводились и то, что на мышах работало, на более крупных млекопитающих не работало. Но мы видим здесь что? Если мы видим группу людей, которая гораздо больше, чем те, кто отправляется в космос, мы можем использовать то, что обнаружено департаментом обороны для того, чтобы защитить большое количество людей через Национальный Институт Здравоохранения, есть ли у нас какие-то препараты, которые воздействуют на более крупных млекопитающих? Есть целый ряд возможностей, которые мы бы хотели продолжать изучать, но эта поддержка идет маленькими порциями. у нас была стипендия, которая на 12 месяцев только распространялась, а потом нам сказали, что денег дадут только на 6 месяцев. Естественно, что этого недостаточно. Нам было сказано, что вы можете использовать те же деньги, но за 6 месяцев найти решение. Мы договорились, что будет продолжаться 9 месяцев эксперимента. Они закончились. Мы достаточно продвинулись хорошо с этой дозой, позволяющей защитить две трети стреловых клеток. Но это такое финансирование, которое обычно поступает для коротких исследований. Но вы знаете, что простого решения этой проблемы нет. Я думаю, что мы показали, что мы можем решить эту проблему, если повторно провести исследования, которые проводились 40 лет назад. Есть частицы наномасштаба, и есть элементы, которые могут связать гораздо большее количество радикалов. Но если каскад радикалов возникает после таких облучений, которые вызывают вторичные повреждения клеток, то есть нужно найти такой способ, который бы противодействовал вот этому каскаду радикалов, резь, чем вторичный каскад возникнет. То есть нам надо найти нечто пероральное, чтобы защитить человека. Если нельзя защитить профилактически, то есть после воздействия, то нужно разработать профилактику с применением веществ, которые связывают радикалы. И мы испытывали это внутривенно, подкожно и перорально. в принципе можно эти препараты принимать в больших дозах в течение длинных промежутков времени. Спасибо большое. Я понимаю, что это очень короткие доклады, сжатые, и одновременно они имели большое значение как информация, на которую можно обратить ваше внимание, для того, чтобы может быть вызвать какой-то интерес к каким-то из этих исследований. изменения. Спасибо. 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 Продолжение следует...